Дороги Сургута Крышами домов и магазинов становится все опаснее Летающий по улицам мусор и отсутствие парковок Что тревожит жителей Белого Яра и помогут ли им власти решить проблемы В целости и сохранности Сегодняшний день отметился зеркальными тротуарами На дорогах Сургута образовался сильный гололед Накануне вечером в нашем городе шел дождь, который к утру превратил улицы в зеркало В травмцентре сообщили, что в целом количество обращений в больницы не увеличилось за сутки около ста Однако изменился характер травм В основном в травмпункты сургутяне приезжают с ушибами и растяжениями Многие тротуары в городе не то, что не посыпаны противогололедной смесью или хотя бы песком Они даже толком не очищены от снега Очень скользко, до больницы обратно, вот иду быстрее Уже и падали Очень скользко И во дворах, и на улице Плохо, уже два раза падало Особенно вон там у нас скользко, вообще страшно На Мира, на проспект? Да, на Мира, до вершины, там вообще скользко сильно Очень скользко, очень Я еле иду Всего в нашем городе за застоянием тротуаров следят семь подрядных организаций Они не только очищают их от снега, но и посыпают песком В первую очередь это делают у пешеходных переходов и автобусных остановок По словам руководителей дирекции дорожного, транспортного и коммунального комплекса Трудятся работники ежедневно, в том числе вечерами и ночами Однако их усилий не видно из-за плохой погоды Стоит подрядчикам очистить тротуар, как его тут же засыпает снегом снова За две недели марта уже выпало 15 сантиметров осадков Хотя месячная норма 12 Сегодня на улице Сургута вышли работать 63 единицы спецтехники Также в дирекции принимают обращения от жителей по телефону 52 51 30 На сегодняшний день стараемся вовремя все отреагировать Если звонок поступил с утра, то в течение дня уже стараемся, чтобы подрядчик отработал И уже дал информацию Ну и естественно отправляем кураторов, чтобы проверяли на месте все вот эти вот замечания В Сургуте участили случаи схода снега с крыш Есть пострадавшие В среду глыбой накрыло машину такси на проспекте Комсомольском В тот же день лавина из снега и льда сошла на козырьке автомагазинов на улице Профсоюзов В этот момент у здания водитель менял на своем авто дворники И его задела упавшая глыба К счастью, серьезных повреждений мужчина не получил У него незначительная травма руки Опасно передвигаться и по тротуару на улице Рабочий Пешеходы идут по осколкам упавших с крыш кусков льда Я не видел, что бы там убирали или что-то На крышах редко вижу На таких там магазиночках видел, а так на домах нет Не везде обойдешь, скользко тоже И не везде тротуар даже есть У нас каждый год кто-то где-то страдает Именно от того, что у нас где-то не убрано Где-то у нас в голове упали сосульки Автомобили могут пострадать не только из-за схода снега с крыш Но и из-за того, что они припаркованы в проездах Застройщик, который возводит школу в 32-м микрорайоне Обратился к журналистам, чтобы донести свою просьбу До жителей близлежащих домов Спецтехника, груженная сваями, арматурой и бетоном Не может нормально добраться к объекту через узкие дорожки Потому как проезды заставлены личными автоводителей университетской улицы Дарья Давыдова выясняла подробности Школу в 32-м микрорайоне начали строить 27 февраля Сейчас подрядчик заканчивает подготовку котлована Пока в нем красуются тестовые свай Так называемые испытания свай по нагрузке Это мы обязаны сделать, это проектный институт закладывает Через определенное время, здесь 20 дней, мы их испытаем Проектный институт дает добро и мы уже погружаем все остальные сваи, которые предусмотрены Школа на 900 учеников должна быть закончена в ноябре 2020 года Это будет последний объект, который завершит облик 32-го микрорайона Однако возводится он последним по принципу точечной застройки Из-за этого у подрядчика появились сложности Пока идут испытания по нагрузке свай Строители завозят на площадку материалы для возведения школы В день между 29-м и 31-м домами на улице Университетской проходят от 10 до 25 спецавто Но добраться до пункта назначения это скорее не текущая работа водителей транспорта, а квест Для этого нам нужны проезды чистые, для того, чтобы не повредить транспорт жителей Ну и также, чтобы не было проблем при заезде Соответственно, вы видите прекрасно у нас Все проезды заставлены личным транспортом Очень хотелось бы именно, чтобы эту проблему прониклись не только мы, но и жители данного микрорайона Власти понимают, что парковочными местами этот район не богат Но тем не менее, по возможности, просят жителей ставить личный транспорт подальше от стройплощадки Если спецтехника повредит машину, приятного будет мало В первую очередь для самого владельца Будет завозиться арматура, это длинномер Сваи, вот образец видите, это длинномер То есть грузы имеют определенные габариты Вот, допустим, свай у нас где-то порядка 1300 штук Это, грубо говоря, где-то порядка 600 машин где-то, допустим, арматуру в том числе Арматуру здесь нужно завозить порядка 8 тысяч кубов бетона Где-то порядка 25 тысяч тонн арматуру Представляете, такой объем Масштабные стройматериалы в основном необходимы на первой-третьи работ То есть потерпеть нужно около 8 месяцев Когда возведут каркас школы, завозить на объект будут отделочные материалы Они уже компактней по габаритам Дарья Давыдова, Сергей Коликов, Сургут Интерновости А был ли колледж? В редакцию телеканала Сургут 24 обратились родители и студенты местного филиала Московского колледжа номер 177 Они пытаются расторгнуть договоры с учебным заведением, однако попытки тщетны, руководство не выходит на контакт Сургутяне начали собственное расследование Выяснилось, что у Московского колледжа нет государственной аккредитации Зато есть лицензия, правда, столичная Вместе с тем известный сервис по поиску адресов сообщает, что в Златоглавой, на месте, где зарегистрирована организация, находится шиномонтаж, а не учебные классы Родителям и студентам, по их словам, обещали, что все документы будут готовы осенью 2018-го Однако этого не случилось Сайт Московского колледжа номер 177 сообщает, что получить образование здесь можно по 164 специальностям К тому же здесь принимали детей после 9-го класса Причем обещали диплом в достаточно быстрые сроки Допустим, чтобы стать дипломированным фельдшером, нужно было заплатить 65 тысяч рублей, документы студент получил бы через год Меня там не поручилось, поскольку на сессию меня не отпустили с работы, так как документы не предоставила Я взяла все дни за свой счет, чтобы денежку вернуть, но мне ничего не вернули Сказали, вы ничего не добьетесь, надо внимательно читать договор В общем, звонишь на меня, завтраканы, кормят и все Ущерб тех, кто заплатил за учебу, варьируется от 30 до 85 тысяч рублей Родители и студенты уже обратились в надзорные органы Они проводят свою проверку В официальном ответе, который пришел сургутянам из оборнадзора Югры, сообщается, что Ведомство передаст документы для расследования в Управлении экономической безопасности И противодействия коррупции региональной полиции Поскольку, цитирую, информация, содержащаяся в обращениях, содержит признаки административного правонарушения И, возможно, уголовного преступления Конец цитаты Сегодня пострадавшие сопоставят факты и удивляются Почему у них не возникло вопросов раньше? Вы знаете, почему не возникло вопрос? Потому что я не раз задавала вопрос руководителю Там был на данный момент один руководитель, который представлялся То заучим, то методистом То есть, как такового, я даже не знаю, кто он Такой фамилии я не знала до последнего момента, пока он не подписал мне документ Лицензия была Московского колледжа Поэтому, даже задав вопрос, я говорю Ну, если у вас нет госаккредитации, я же понимаю, что вы не захотите потом судебных каких-то тяжб Подробнее об этой теме уже в эти выходные в программе телевизионный обзор новостей В итоговом выпуске мы также расскажем об еще одном обращении в нашу редакцию Оно тоже из области образования Святослав Балакин и его мама Александра Ротнова утверждают Что парень должен был защищать честь Югры на федеральном этапе научно-практической конференции Шаг в будущее Слава стал призером окружной Олимпиады И якобы это гарантировало ему путевку в Москву Однако, по словам его мамы, заявку на работу парня, выпускника лицея Хисматулина Забыли включить в список от региона Я тоже не могу голословно обвинять Но у меня тоже, знаете, как у каждого родителя, да, очень много мыслей в голове И больше всего, вот это, знаете, несправедливость Во-первых, это не только моего ребенка обидели Это же обидели педагога, который с ним 7 лет, да, трудился Это нанесли оскорбление лицею, нанесли оскорбление Мы связались с региональными координационным центром Который формировал делегацию от Югры на всероссийский шаг в будущее Там нам рассказали порядок отбора на столичную конференцию А также прокомментировали, почему Святослав туда не поехал Подробности уже в эти выходные в итоговой программе Телевизионный обзор новостей Пока есть снег, будет и лыжня Порядка полутора тысяч человек заявились на югорский лыжный марафон Оргкомитет считает, что спорта много не бывает И массовое участие в таких стартах должно стать нормой для жителей Хмао А губернатор Наталья Комарова в ходе заседания по подготовке мероприятий Отметила, что к 2024 году очень желательно, чтобы спортом постоянно занимались больше половины жителей региона Соревнования традиционно пройдут под Хантамансийском в пойме реки Горная Лыжники пробегут свободным стилем одну из трех дистанций Пять, двадцать пять и пятьдесят километров Ожидают гостей со всего мира и пророчат увеличение количества заявок до двух с половиной тысяч минимум Старт 6 апреля Семь золотых, пять серебряных и три бронзовых медали Таков итог выступления сборной Югры по кикбоксингу на чемпионате и первенстве Урфо Бои состоялись в Екатеринбурге Шесть наград привезли спортсмены нашего города, столько же у атлетов Сургутского района Практически вся команда региона, за исключением одного человека, приехала в званиях призеров и победителей То есть тренеры не пожалели, сделав ставку именно на такую сборную От Югры на ринге выступали атлеты практически во всех весовых и возрастных категориях Сборная команда Хантовазийского автономного округа выступила просто великолепно на чемпионате Урфо Наши спортсмены представляли команду из 15 человек Самая маленькая из них в нашей команде в сборной была Максалина Ашитова Заняла первое место, победила победительницу первенства мира, первенства Европы В общем, одержала очень такую уверенную победу Стала чемпионкой, отобралась на соревнования на чемпионат России, который будет проходить у нас в Иркутске в начале апреля Я принимал участие в разделе фулл контакт, провел один бой, одержал досрочную победу в течение 20 секунд Ну, бой продался не больше 20 секунд Был нокаут Другие представители нашей сборной задержались на ринге подольше, чем 20 секунд У одного из самых юных участников Нурлана Нахишова было три боя Каждый из которых он провел со счетом 3-0 в свою пользу Парню 13 лет, кикбоксингом он занимается уже больше половины из них Нурлан успел побывать на Кубке России и стал там призером Его тренера Рустама Мерзоева вообще называют универсальным солдатом Он не только готовит чемпионов, но и сам ездит на соревнования На этих стартах Рустам провел два боя с челябинским и пермским спортсменами Победил всех Теперь в планах кикбоксеров отправиться на чемпионат России, который пройдет с 23 по 28 апреля По итогам прошедших соревнований сформирована сборная УРФО, в которой 6 мест за югорчанами Конечно, как любому тренеру, как любому спортсмену всегда хочется быть на пьедестале посередине Расти, конечно, всегда есть куда Как сам Мухаммад Али говорил, я за всю жизнь и до сих пор еще для Росту То есть на достигнутом все всегда думают, что вот я там уже, особенно в юниорских возрастах, что я уже научился к чему-то Это ошибочно и многие спортсмены, они перегорают вот на этом уровне, когда они зазнаются на звезду, когда свой кода ловят Нельзя зазнаваться и думать, что ты на сегодняшний день чемпион, все время надо себя держать в тонусе и тренироваться Стремлюсь сейчас выступить на России, выиграть, выполнить звание кандидата в мастера спорта Летающий по улицам мусор и замороженная стройка дома культуры В городском поселении Белый Яр состоялась встреча руководителей администрации Сургутского района с населением После отчета чиновники ответили на вопросы жителей Дмитрий Круковец продолжит Центр культуры и досуга в городском поселении Белый Яр строится уже 13-й год Объект важный и долгожданный, его возведение было заморожено несколько лет назад Причин много, это и отсутствие финансирования, и неподведенные коммуникации, и устаревший проект, и изменение требований к такого рода учреждениям Я слышала, что заморожено, слышала, что что-то начнется Скоро, совсем скоро, 13-й год, дорогие земляки, строится данное здание Что мы будем делать с тем, где мы сейчас работаем? Более 300 детей занимается, 26 человек в штабе, занимаемся творчеством Три здания, во всех трех зданиях течет крыша На ремонт, на капитальный, я работаю здесь 25 лет, 26-й год пошел, ни разу не выделялись деньги Деньги на решение вышеуказанных проблем власти муниципалитета запланировали в бюджете Но лучшим доказательством намерений достроить Дом культуры должно стать открытие объекта Обещаниям люди верят уже неохотно Деньги в полном объеме находятся в бюджете Да, столкнулись с техническими вопросами Действительно, здание стояло, но я думаю, что мы их порешаем буквально к лету И, соответственно, начнем завершающую стадию его строительства и завершение объекта Поэтому не все так туманно, я думаю, что все-таки оптимистично конец года, начало следующего года, мы его введем эксплуатацию Говорили о ремонте кровли в Белоярском спортивном комплексе Власти района проблему услышали, хотя четкого ответа, дадут ли на реконструкцию крыши деньги, так и не последовало Сюда ушло около миллиона на кусок кровли, в этом году, вы знаете, да, что был частичный ремонт И на спортивную школу номер два, там тоже были выполнены работы И было бы неплохо, если бы на подведомственной администрации Белого Яра объекта были подготовлены все необходимые проектно-сметные расчеты и документы Представители администрации Сургутского района спрашивали о переселении из аварийного жилья, безопасности дорожного движения Это те проблемы, которые волнуют людей больше всего У нас в поселке очень плохо находятся парковочные места Это касается школ, детских садов и МФЦ То есть на сегодняшний день это очень-очень большая проблема Горького 13-14 после сноса на их месте ничего строиться не будет Планируем это под парковку, которая решит и проблему родителей, которые возят детей в школу Но МФЦ, наверное, в меньшей степени решит проблему, потому что уже мы МФЦ имеем И, к сожалению, парковку там делать абсолютно негде Мусорные контейнеры, по словам жителей, не обеспечены ветрозащитой Сильные порывы разносят отходы по близлежащим дворам Санитарное и эстетическое удовольствие, согласитесь, сомнительное Не вполне удовлетворены белоярцы и работы управляющих компаний Людям говорят, вы возьмите свои сосульки, лопатами сбейте, мы как-нибудь к вам потом приедем Это очень-очень на сегодняшний день тяжело видеть, наблюдать горы, снега, которые не вывозятся У нас есть же личный контроль, да, так вы можете выйти и посмотреть Что как бы неправильно функционирует управляющая компания, заключение, которое может быть отправлено в округ Да, просто как бы голосовый номер, если вы говорю видите, так сигнализируете То есть можно, конечно, митинговать, можно что-то делать Часть собравшихся попросила провести еще одну встречу, но уже с главой городского поселения и депутатами Из-за карантина некоторые жители не смогли прийти, послушать доклады и задать свои вопросы Такое собрание власти Белого Яра обещали организовать Дмитрий Круковец, Денис Зонов, Сургут, Интерновости Больше новостей на сайте indefisnews.ru Спасибо, что были с нами, до встречи в эфире 27 марта Сургутская филармония, 19.00 К юбилею ACDC Highway to Symphony Первый в мире опыт слияния музыки легендарных австралийцев и симфонического оркестра В аквакомплексе «Филин» снова акции для детей и их родителей Детям ростом до 1 метра вход бесплатный Детям ростом от 1 метра до 155 сантиметров 400 рублей за 4 часа Для взрослых 600 рублей 4 часа Приезжайте всей семьей в аквакомплекс «Филин» 4 бассейна, финская сауна, турецкая парная, инфракрасные кабины Поселок Финский Телефон 51-81-71 Подробности об условиях акции в группе vk.com.slash.filin.surgut Детский развлекательный центр «Остров пиратов» приглашает детей и родителей отметить день рождения Отдохнуть в семейном кругу, повеселиться на игровой площадке, провести мероприятия для дошкольных и школьных групп Торговый центр «Вершина», пятый этаж Подробности по телефону 33-23-20 Надоели вросшие волосы и частое бритье? Попробуйте эпиляцию будущего Безболезненно надолго С эффектом подтяжки и омоложения кожи Интеллектуальная лазерная система фотона удаляет даже светлые волосы и подходит для загорелой кожи Косметология будущего «Голдберг» Проспект Ленина, 18 Один миллион семьсот пятьдесят тысяч рублей И вы владелец готового комфортного жилья в поселке Дорожный Подробности в отделе продаж компании «Сипромстрой» Улица Есенина, 2, телефон 600-190 Компания «Сипромстрой» Добро пожаловать домой! Только в эфире «Лаврадио» Доброе утро! Утренние красавцы Курочкин и Соколов помогут тебе проснуться с удовольствием Каждый будний день с 7 до 11 утра Включай «Лаврадио» Я страстно хочу похудеть! Я страстно хочу похудеть! Я страстно хочу похудеть! Тренинг «Лаптева» Андрея Викторовича 30 марта «Гала-отель» Подробно на сайте «Доктор Лаптев» И о погоде на 15 марта Здравствуйте! Студия Диана Юлдожбаева В ночь на пятницу Юг Тюменской области Окажется в самом центре снежного циклона Насыщенного атлантическим теплом Днем этот атмосферный вихрь Откроет доступ севера Свежим порциям более холодного полярного воздуха В сопровождении порывистых ветров Провоцирующих метель Ухудшение видимости и гололедицу А в среднем приобье Местами вероятно сильные гололедные явления И налипание мокрого снега Ночью в Сургуте и окрестностях Облачно, временами снег Направление ветра восточное 4,9 метра в секунду Температура воздуха 0,5 Утром также облачно Сильный снег, метель Ветер северо-восточный 5,10 метров в секунду Порывы до 15 На столбиках термометров от 0 до 3 градусов мороза Днем по-прежнему облачно Сильный снег, метель Ветер северо-восточный 7,12 метров в секунду Порывы до 18 Температура 0, минус 5 А вечером похолодает В магазине Домашний погребок Большой выбор самоваров От классических до расписных А также продукты для изготовления Праздничных напитков Дрожжи, натуральные ароматизаторы Дистилляторы, бочки Домашний погребок Торговые центры Агора и Богатырь В магазинах Домашний погребок Более 20 видов дистилляторов Со скидкой 50% В течение дня Солнечная активность умеренная Геомагнитное поле неустойчивое Атмосферное давление Будет слабо падать И составит 746 мм ртутного столба Внимание, внимание Напоминание Что малышу покушать Какие сказки послушать Игрушки, кроватки, коляски, салазки В сети Карапуз Все, что хочет Бутуз Всегда радостные покупки Для детей в магазинах Карапуз Достойное качество По выгодным ценам Я желаю вам всех благ Будьте здоровы До свидания